Здравствуйте, в эфире студия «Репортер» и я ее ведущий Константин Гречаны. Сегодня мы поговорим о том, насколько безопасно в Украине заниматься бизнесом. К нам пришел Андрей Крыжевский, управляющий партнер, представитель юридического бюро «Метаинформ». Здравствуйте, Андрей. Добрый день, Константин. Давайте начнем. Взагали, что называется, какие основные риски существуют сейчас для бизнеса в Украине. Ну что ж, 2017 год постепенно подходит к своему концу, свет в конце туннеля маячит, и это красный сигнал светофора. Вокруг да около бегают, суетятся регулировщики, которые то и дело выхватывают своим жезлом автомобилистов, которые ни о чем не подозревают. Метафора, в общем-то, понятна. То есть красный сигнал светофора – это окончание нашего года текущего. Автомобилисты – это представители бизнеса, причем это как предприниматели хотя бы даже на рынках, так и заканчивая управлением крупных компаний, консорциумов. А регулировщики – это, в общем-то, тот определенный перечень нормативно-правых актов, который родил 2017 год и который несет в себя опасность для бизнеса, подчас скрытую. В общем-то, первая угроза, первый такой регулировщик – это в сфере труда. Дело в том, что 26 апреля сего года было принято постановление 295, которое регламентирует проверки трудовиков. Оно несет в себе значительную опасность по двум направлениям. Во-первых, честно сказать, я был потрясен до глубины души, потому что настолько широкого перечня для внеплановых проверок я не видел давно. Любой сотрудник, который работающий или который работал, подает жалобу, немедленно приходят трудовики. Если физическое лицо предприниматель, с которым компания работает, в общем-то, на основе хозяйственного договора, вполне нормально. Если вдруг он считает, что его обидели, он вдруг заявляет, что он на самом деле работал как штатный сотрудник, обязательно приходят трудовики. Более того, если появилась информация в интернете, и об этом прямо написано как одно из оснований, что где-то нарушается трудовое законодательство, приходят трудовики. И очень детально прописаны каналы связи, которые идут от налоговой службы, от пенсионного фонда. Причем детально прописаны в контексте количества хозяйственных договоров с междуприприятием и физическими лицами-предпринимателями. И в свою очередь это все подкрепляется просто неимоверными штрафами за облачные суммы, которые, в общем-то, даже юристам не совсем понятны. Это больше из области астрофизики, потому что там 320 тысяч гривен, например, за недопуск проверки. Вот, кстати, недавно очередной штраф был наложен, 320 тысяч гривен, Черкасской области, если я не ошибаюсь. Вот сейчас апелляция проходит, причем первая инстанция и вторая инстанция, апелляция, отказали. То есть они приняли сторону трудовиков, и это довольно серьезная весточка. Это угроза реально как для предпринимателей, которые вот на рынках трудятся, у которых вот банально, да, у всех, почти у всех, кто владеет контейнером, у всех, кто там торгует, обязательно есть продавец. Это уже как минимум одно лицо, которое вот как бы, ну вот трудится на основании экзота, да, то есть это. И, конечно, это крупные компании, которые, в общем-то, работают с физлицами-предпринимателями. Здесь также очень серьезная опасность, и нужно очень быть внимательным. Вторая угроза, которая поджидает бизнес, это налоговая реформа, которая сейчас проходит. Вот буквально недавно, 5 октября 2017 года, были приняты изменения в закон Украины о бухгалтерской отчетности. О бухгалтерском отчете финансовой отчетности в Украине, которые, в общем-то, совершили революцию в области финансовой отчетности, в области требований к главному бухгалтеру, к бухгалтерской службе. Ну, о чем говорить, да, если, например, обязали абсолютно все предприятия, крупные, средние предприятия, предоставлять финансовую отчетность в полном объеме любому юридическому или физическому лицу на основании закона Украины о доступе к публичной информации. Более того, такую финансовую отчетность обязали хранить на предприятии по его местонахождению для ознакомления любого юридического или физического лица. Какой может это принести вред, какие риски с этим связаны, да, вот, опубличивание данной информации? Нужно быть внимательным, нужно, во-первых, внимательно подойти к составлению такой финансовой отчетности, привести ее в порядок, вот, потому что, ну, как говорится, конечно, если компания крупная, если там идут достаточно серьезные операции, то, как минимум, нужно подстраховаться. И если есть какие-то огрешности, если есть какие-то, может быть, неполные соблюдения законодательства в части, может, какие-то вещи неурегулированные, может, какие-то вещи вызывают сомнения у руководителей, которые могут быть преданы огласке, из-за которых может потом предприятие понести ответственность, то, конечно, нужно максимально серьезно до нового года провести аудит, аудит всей финансовой отчетности, всей бухгалтерской, бухгалтерского учета компании и подготовиться, потому что это норма по поводу финансовой отчетности, вот, уже буквально после нового года заработает полную силу. Более того, крупные компании, вот этот закон, он распределил компании для цели бухгалтерского учета совершенно по-новому. Есть крупная компания, есть средняя компания. Вот, например, средняя компания – это стоимость активов от 4 миллионов евро до 20 миллионов евро. Количество персонала от 50 до 250 и количество операций, которые совершаются в данной компании – от 8 миллионов евро до 40 миллионов евро. Это довольно серьезный пласт компаний в Украине, есть определенные риски, и сейчас такие компании, они должны подавать финансовую отчетность, вернее, вывешивать у себя на сайте, опубликовывать у себя на веб-страничке в полном объеме уже до 1 января года, который следует за отчетным годом. Это тоже новшество. А для крупных компаний вообще, в принципе, вводится достаточно интересная вещь – вводятся требования к должности главного бухгалтера. Отныне главным бухгалтером крупной компании может быть только лицо, которое имеет высшее экономическое образование, имеет стаж работы не менее трех лет в области финансов, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, и не имеет судимости. В общем-то, это такое ноу-хау, это впервые прописано, и я так понимаю, и есть к этому предпосылки и тенденции, что это будет распространяться постепенно от крупных компаний к мелкому бизнесу и микропредпринимательству. Насколько мне известно, что касается мелких компаний, там должность главного бухгалтера, в принципе, ликвидируется, да? Что она остается только для крупных компаний и для финансовых учреждений. Более того, я вам скажу, совершенно верно. То есть сейчас постепенно происходит переход от бухгалтера как штатной единицы внутри компании к бухгалтеру как независимое лицо со стороны. То есть это аудиторские компании, это какие-то компании, которые, ну, может быть, они не аудиторы, но они занимаются бухгалтерским обслуживанием. И постепенно это будет только, скажем так, ну, вот распространять свое влияние не только на крупные, но и на все остальные, скажем так, пласты, да? То есть и хочу сказать здесь еще то, что, конечно, главный бухгалтер, здесь еще один нюанс есть, вот по секрету поделюсь с вами. Недавно у нас была консультация довольно интересная по поводу того, справедливо ли наличие должности главного бухгалтера с одним бухгалтером. Это очень распространенная проблема у субъектов хозяйствования. Вопрос такой зачастую возникает. Так вот, есть разъяснение Минсоцполитики, которое говорит о том, что если в компании есть бухгалтерская служба, как структурное подразделение, то обязательно должен быть главный бухгалтер. Если в компании нет структурного подразделения бухгалтерия, там не может быть должности главный бухгалтер, там есть должность просто бухгалтер. Это вот просто, как говорится, к слову, да? Поэтому нужно готовиться уже сейчас к тем изменениям, которые вносятся законом 21.64, вот этот закон от 5 октября 2017 года. А как вы оцениваете внешний бухгалтерский учет? Вроде как бухгалтер будет независим от директора. Это прогрессивная норма или нет? Как вы считаете? Здесь палка о двух концах, потому что, конечно, норма прогрессивная, в том плане, что, возможно, внешний бухгалтерский учет более эффективен. Плюс он может снизить фонд оплаты труда значительно. Согласитесь, что иметь в компании, например, двух бухгалтеров, либо, например, одно лицо занимается бухгалтерией со стороны, то есть на договорных началах, и это значительно дешевле. Но здесь есть нюанс, связанный с конфиденциальностью информации. Дело в том, что финансовая отчетность, кстати, по новому закону, там четко прописали, что финансовая отчетность не является ни коммерческой тани, ни конфиденциальной информацией, ни информацией, с ограниченным доступом. То есть она полностью сейчас открыта с Нового года. Любой может ознакомиться, и любой может ее изучить от а до я. Что касается бухгалтерского учета, первичной документации, здесь есть нюанс конфиденциальности. Все-таки договоры, которые проходят через бухгалтерию, это все может быть коммерческой тайной. И доверить эту информацию, в общем-то, стороннему, чужому человеку, который работает только на основании хозяйственного договора, и, в общем-то, в любой момент этот договор может быть расторгнут. И такой человек, если особенно есть какая-то обида или какой-то субъективный фактор, человеческий возник вот в таком сотрудничестве, это может вылиться достаточно негативные последствия. И об этом нужно помнить. Что нас ждет в 2018 году? Что ждет украинский бизнес, как считаете? Какие законодательные инициативы уже, скажем так, имеют определенные чертания, о которых можно говорить? Продолжается налоговая реформа. Она, в общем-то, и не заканчивалась. Первый виток налоговой реформы еще был в 2015 году, существенный. Она продолжается, и могу сказать, что ничего привлекательного в законопроекте не имеется, в общем-то, если так вот в целом говорить. Хотя, конечно, определенное упрощение есть. Но понимаете, в чем проблема у нас в Украине? Дело в том, что мы приближаемся к праву Европейского Союза, мы движемся в Европу, мы упрощаем процедуры. Особенно это заметно в плане регистрационных процедур, в плане тех услуг, которые предоставляет предприятие Минюста, регистраторы. Там все упрощается, это действительно так и есть, гораздо легче становится. Но вместе с тем, что такое упрощение по-европейски? Ведь упрощение по-европейски – это когда такое упрощение связано с надежностью. То есть мы упрощаем что-то, и мы заботимся о надежности той процедуры, которая становится проще. А у нас, к сожалению, упрощается, у нас становится проще, а угроз становится все больше. То есть у нас как бы абсолютно не берут во внимание вот этот второй фактор, который просто вот нектуется, то есть он просто никак не воспринимается. Вот то же самое и с печатями. Вот как бы первый виток упрощения с печатями был в 2015 году, в сентябре 2015 года. Тогда были внесены изменения в гражданский кодекс, и речь шла об отмене обязательности печати. То есть предприятие само могло выбирать, использовать ему печать или не использовать. При этом, если она использовала печать, то такой оттиск максимально вносил безопасность, максимально служил гарантом безопасности документации, хозяйственной операции. Сейчас же, буквально вот в июле этого года, были внесены изменения в хозяйственный кодекс статью 58 с индексом настрочным 1, где прямо сказано, что отныне оттиск печати не несет никаких юридических последствий. В общем-то, это катастрофа, потому что подделать подпись достаточно легко, особенно на моей практике просто были нередкие случаи, когда какое-то должностное лицо на предприятии подделывало подпись своего шефа, своего руководителя и брало займ. И в этой связи наши юристы, они разработали эксклюзивный механизм защиты. Вот могу порекомендовать нашим телезрителям. И мы, кстати, об этом будем говорить в декабре, мы регулярно проводим семинары на эту тему. То есть, вот как можно воскресить печать, ее функцию надежности? Дело в том, что, да, теперь печать не несет никаких юридических последствий, в общем-то, на первый взгляд. Но в гражданском праве действует принцип диспозитивности, как известно. Все, что не запрещено, то разрешено. И достаточно урегулировать использование печати внутренним и локальным актом на основе процедуры санкционирования документа от звена к звену, от штатной единицы к штатной единице. Ну вот, например, заключается какой-то договор, он проходит стадию одобрения санкционирования менеджера, руководителя отдела и попадает только потом на стол директору. Дело в том, что если директор вот видит перед собой договор и видит печати каждого звена, при условии, что есть грамотные формировки в положении внутренним и локальном акте предприятия и в уставе по поводу вот такого вот санкционирования, тогда, конечно, это служит надежной степенью безопасности вот на пути такого составления заключения документа. Потому что, в противном случае, такой договор просто будет неукладанный, не заключенный. И это можно реально сделать, на практике мы уже такое делаем. Андрей, спасибо, что вы пришли к нам в студию, достаточно-таки детально рассказали о той ситуации, которая сейчас, и о том, что нас ждет в 2018 году. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был Андрей Крыжевский, управляющий партнер, представитель юридического бюро «Метаинформ». Студию провел Константин Гречан и всего доброго.